Новосибирские новости Новосибирские новости Новосибирские новости Настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях. За последнюю неделю с признаками гриппа и ОРВИ к врачам обратились больше 30 тысяч жителей Новосибирской области. Заболеваемость превысила эпидемический порог более чем на 120%, сообщает Роспотребнадзоре. В городе на карантин полностью закрыты 4 школы и 5 детских садов. Еще в нескольких десятках образовательных учреждений частично приостановлена работа классов и дошкольных групп. В садиках и школах вводят меры профилактики. Проводится термомометрия, осмотры ЗЕВА, это в дошкольных образовательных учреждениях. Опрос детей о состоянии здоровья, это в школах. Лица с признаками заболевания не допускаются до образовательного процесса. Персонал с признаками клинического заболевания также не допускается до образовательного процесса. Проводится ряд дезинфекционных мероприятий. Тем временем, недостатка мест в детских садах в Новосибирске больше не будет. Специалисты районных отделов образования готовятся к распределению путевок в дошкольные учреждения города. Сейчас в Новосибирске работают 247 детских садов. Только за прошлый год было построено 15 новых. Дополнительно на базе 33 школ открыты дошкольные группы. Очередь детских садов сильно сократилась. В путевок на сегодняшний день ждут 541 ребенок. Это дети, которым недавно исполнилось 3 года, а в детсад они пойдут в течение нескольких месяцев. Родители, которые стоят в очереди, смогут обмениваться местами в детских садах, но только до получения путевки в дошкольные учреждения. Если возникает такая потребность у родителей, они находят обмен самостоятельно. Они меняют место садика на место в другом детском саду. Собирают определенный пакет документов. И уже с этим пакетом, если это обмен внутри района, приходит в отдел образования, если обмен внутри города, из района в район приходит к нам в Главное управление образования. Самый большой вред новосибирским дорогам наносят фуры из Средней Азии с фруктами и овощами. Как выяснили в Росавтодоре, каждый четвертый большегруз идет с перевесом. Чиновники считают, ущерб должны компенсировать сами транспортные компании. Перевозчики возмущены. Пункты взвешивания в разных регионах показывают разные данные. Анастасия Ваганова разбиралась. Большегруз транспортной компании Дмитрия в конце прошлого года вью срыву из Владивостока. В пути через всю страну машина прошла несколько пунктов весового контроля. Два из них показали перегруз. На одном пункте у нас 670 килограмм было превышение. На другом, по-моему, я не помню, то ли в Тюменской области нам вообще заявили, что у нас 1100 килограмм превышения. Это же машина. Ничего с ней не произошло. Нигде дополнительных выгрузок, погрузок не было. Итог – больше 100 тысяч рублей штрафа. Ситуация перевозчиков возмущает. Они уверены, дело не в технике. Исключить человеческий фактор могут автоматические пункты. Таких в Новосибирской области сейчас 5. В ближайшие два года число их удвоится. Но автоматики свой недостаток. Погрешность больше 10%. Стационарных пунктов в регионе нет. А значит, перепроверить вес невозможно. Штрафы с автоматических пунктов тоже приходят автоматически. Многие перевозчики пытаются их оспорить. Действительно, очень много материалов находится на обжаловании. Очень много находится материалов на протестовании, в судах. Поэтому этим тоже приходится заниматься. Согласен и с погрешностями. Хотя мы здесь на своем уровне. На какие-то моменты мы серьезно не обращаем внимания. Водитель большегруза не может проверить вес машины перед выездом. Ему приходится доверять грузоотправителю. Но чаще всего именно они, заказчики, настаивают на перегрузе, потому что не хотят оплачивать несколько поездок. Недавно перевозчики все же разделили с отправителями финансовый груз ответственности. Но проблему это не решает. Транспортники настаивают. Нужно ввести единую электронную систему или установить контрольные весы. Единый сертификат взвешивания – это возможность перевозчика добровольно взвесить свое транспортное средство в том или ином населенном пункте, получить акт взвешивания, быть опломбированным и двигаться дальше по территории Российской Федерации уже без каких-либо проблем. Свои пожелания перевозчики направляют региональным и федеральным властям. Пока же транспортные компании, угнетенные системой Платон, которая обязала платить их за каждый километр пути, снова вынуждены терпеть убытки. Анастасия Ваганова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. В центре Новосибирска вводится запрет на парковку. На пяти улицах будут размещены автомобильные знаки, которые ограничат стоянку машин в ночное время почетным и нечетным дням. Кроме этого, еще на девяти городских дорогах ведут запрет на остановку. Такие меры приняты, чтобы навести порядок, своевременно убрать и вывести снег. Что характерно, инициаторами запрета на парковку выступили не дорожные службы, а сами автомобилисты. Знаки будут установлены временно. Ограничения снимут в середине апреля. Список улиц можно найти на сайте муниципалитета. Люди, приезжающие в центр города по работе, имеют возможность днем оставить, не нарушая правила дорожного движения, в этом месте свою машину. А ночью люди, которые живут в центре города и оставляют на ночь свои транспортные средства на этих городских улицах, их не так много, как днем. И есть возможность их переставлять с одной стороны на другую. Согласитесь, что это рационально. Муниципалитет подал иск в суд на одного из собственников скандально известного здания на улице Писарева. Там находится бюро медико-социальной экспертизы, но проехать к нему инвалиды не могут из-за незаконно установленного шлагбаума. К делу уже подключилась прокуратура. Подробности у Марины Авериной. Эта встреча в мэрии для инвалидов последняя надежда, чтобы достучаться до одного из собственников здания на улице Писарева. Коммерсант установил шлагбаум на въезде, поэтому к отделению медико-социальной экспертизы подъехать невозможно. Теперь коммерсантам займутся прокуратура и полиция. Направлено письмо в отдел полиции за самоуправство, чтобы приняли меры. Вчера мы подали исковое заявление в суд о устранении допущенных нарушений, чтобы этот шлагбаум демонтировать. Еще два года назад на эту дорогу был оформлен так называемый публичный сервитут. То есть проезд должен быть общего пользования. Впрочем, демонтаж шлагбаума может создать другую проблему, считают представители медико-социальной экспертизы. Дорога превратится в стихийную парковку, как это уже было. Поэтому собственнику шлагбаума предлагали сделать регулируемый проезд. Я пыталась встретиться с собственником для того, чтобы обговорить вопросы потоков, регулирования потоков. В этой ситуации нам бы этот шлагбаум был полезен. То есть надо только, чтобы он услышал. Слышать об этом собственник не желает. Поэтому судебное разбирательство может затянуться до мая. А чтобы не маялись инвалиды, городские власти обустроят территорию. Компетенцией муниципалитета оказать помощь и содействие в решении этого вопроса. Даже элементарно. Навести там санитарное состояние в порядок. Привести санитарное состояние в порядок. Потому что там, к сожалению, нормальному человеку очень тяжело проходить. Потому что это не чистится, не убирается, не посыпается. Кроме того, сейчас обсуждают вопрос, как модернизировать само здание. В отделении медико-социальной экспертизы необходим специальный подъемник для маломобильных людей. Марина Аверина, Роман Семенов, Новосибирские новости. В областном правительстве сегодня обсудили перспективы создания агломерации. Несмотря на дефицит бюджета и затягивание строительства восточного обхода, региональные власти не оставляют надежд на воплощение амбициозного плана. Правда, докладчики старались избежать конкретики, подчеркивая, что предлагаемые проекты – часть общего стратегического развития региона. Главный вопрос, на который у проектировщиков пока нет ответа – как наладить связи между разными образованиями муниципалитетов и как включить в единую систему пользования земли разной формы собственности. Многие эксперты сомневаются в успехе создания агломерации. Более того, ряд ведомств даже не подключили к участию в проекте. И касательно Аэросити, там, где сплошь и рядом федеральные земли, без федеральных структур, вы вообще ничего никогда не сделаете. Вы же ко мне постоянно и приходите за решением ряда вопросов. Ну вот, все проектируют, все планируют, все придумывают что-то. К сожалению, руссообщество-то нигде и не участвует. Тем временем в районах города продолжают подводить итоги минувшего года. Так, в Первомайском было отремонтировано 48 тысяч квадратных метров донок. Дорог сдано 7 многоквартирных домов общей площадью 98 тысяч квадратных метров. Капитальный ремонт привели в 31 многоэтажке. Расселили 8 аварийных домов, а в частном секторе сделали 201 подключение к системе газоснабжения. Одна из таких главных задач для нас, это при большом строительстве жилья, необходимо строительство и школ, и в центральной части, и в новом микро-районе Березовый. Значит, пока эти проекты есть, и школа на Березовом, и школа на Весеннем, они стоят, это тоже очень важно для первомайцев. А вот в самом молодом районе города в прошлом году повысилась рождаемость, при этом в Калининском, Многодетном. Многодетными стали почти 300 семей. Наверное, поэтому благоустройство дворов в районе уделяет большое внимание. За год удалось установить 46 детских игровых и спортивных городков, отремонтировать 42 тысячи квадратных метров дорог. Также за прошлый год было сдано 10 многоквартирных домов общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров. В многоэтажках заменили 79 лифтов, а в 78 частных домов провели газ. Мы должны работать по перспективным территориям, площадкам, где ведется сегодня уже застройка. Микрорайоны, рядка компаний работают с тем, чтобы создать условия для продолжения этой застройки. Здесь, за резервированные площадки, в том числе под социальные объекты, есть необходимое строительство новых школ. Число мигрантов, приезжающих в Новосибирск на заработки, сократилось в два раза. Отчасти это связано с падением спроса на иностранную рабочую силу. Более того, разрешение на работу в России подорожало на полторы тысячи рублей. Кроме жителей ближнего зарубежья, в Сибирь едут из Китая, а вот гражданам Турции с этого года работать у нас запрещено. Из-за незаконного пребывания в минувшем году из Новосибирской области выдворили более тысячи мигрантов. При этом сократилось и число выезжающих новосибирцев. Как отметили сегодня представители миграционной службы, серьезно упал спрос на оформление загранпаспортов. Если мы в 2014 году более 100 тысяч оформляли загранпаспортов, то в 2015 году здесь произошло серьезное снижение. Там на 60% меньше загранпаспортов было оформлено. В учебном центре по подготовке спасателей сейчас готовят к выпуску операторов для экстренной службы 112. Этот номер должен заработать был давно, очередной день X, 1 июля, и учеников осталось не так много времени. Главное – довести навыки до автоматизма, ведь каждая секунда может стать фатальной. Вероника Иванова побывала в образовательных классах. Наша задача – в первую очередь запустить, постараться сердце, поднять давление при уносе системе. Как оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации? На этом занятии учат директоров, инженеров и других ответственных за безопасность на предприятиях и в организациях. Правила реагирования в случае ЧП – это более 200 часов теории и практики. Любые ситуации, которые могут возникнуть, нужно помочь человеку прийти в себя, либо сделать так, чтобы он смог не навредить ни себе, ни другим. Подготовку здесь ведут с 60-х годов. Сегодня центр празднует 55-летие. Но, несмотря на праздник, классы полные. Готовят сотрудников для единой службы 112. Зачастую вот эти вот чрезвычайные ситуации комплексные. И поэтому необходимо привлечение не только специалиста с одной экстренной оперативной службы. Таким образом, время реагирования, исходя из опыта, действующих в настоящее время систем 112, например, в Татарстане, сокращается на 15-20%. В нашем регионе систему 112 внедряют неспешно. Из года в год переносит ее запуск. Но для будущих сотрудников экстренной службы именно оперативность – самое главное. От того, насколько быстро будут введены в систему данные о происшествии, зависит жизнь людей. Что происходит? Выбираем, допустим, ДТП, да? Выбираем 0,2. Отправили карточку. Выбираем 0,3. Потому что люди заблокированы, необходимо их извлечь из автомобиля, да? Значит, ГИБДД, полиция нужна, чтобы у нас организовать пропуск. Запустить систему во всей области в очередной раз обещают с 1 июля. Если это произойдет, дозвониться до диспетчера по номеру 112 можно будет из городского и с мобильного телефона. Причем даже при отрицательном балансе. Вероника Иванова, Олег Макаров. Новосибирские новости. Лабораторию научной анимации для детей открыли выпускники Новосибирского госуниверситета. Вместе они превращают научные эксперименты в мультфильмы. Героями первые из них стали микробы. Маленький, одинокий, печальный, микроб. «Везучий микроб» – первый анимационный фильм студии «Цоколь» уже собрал несколько тысяч просмотров в интернете. Для детей это не только развлечение, но и первое погружение в науку. Микроскопических героев авторы фильма искали всюду. «Взяли себе в руки по пучку ватных палочек и с этими ватными палочками обижали все, что хотели. Лужи, варенье, заварку, носы, руки, слюни, сомпли, все, что в голову придет». Ни один микроб не пострадал. Всех их поместили в чашки Петри с питательной средой. «Я думала, что они могут размножаться на чашки Петри только в фантастике. Я прямо вот удивился. Мне такое селось, что только во сне прямо». Микроскопических героев не просто размножили, их еще и на бумагу перенесли. «Сделать такие анимированные микробы – это здорово, потому что мы привыкли их видеть очень такими гуглешками, с точечками, а их историю еще никто не рассказал». История главного героя начинается печально. Одиночество, голод. От безысходности микроб попробовал на зуб пластиковую колбу, в которой находился. «Он ее попробовал, понял, что это вкусно, съедобно, и это здорово. Ученый увидел, что ему нравится пластик, начал ставить опыт и давать ему пластик. Он размножился, и вот таким образом выворачивали проблемы утилизации пластиковых подходов на сей планете». Первый опыт научной анимации настолько удачен, что есть в нем и свои режиссерские находки. «Впервые в жизни сделали так ботинок, который топает и так капли отлетают. То есть никогда раньше я не в мультиках вот сколько снялся, разного такого не было. И вот с зачерпыванием, то есть он как бы так ухватился за колбу и так как бы в нее впрыгнул». Аниматоры уже вынашивают идею снять продолжение. Во второй части «Везучего микроба» персонажи полетят бороться за жизнь на Марс. Александр Попов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Заходите на сайт «Новосибирские новости». Наши коллеги из интернет-редакции выяснили, насколько серьезно из-за падения рубля пострадали валютные заемщики. И на этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова